Скажите, пожалуйста, вот я обращаюсь к вам как к человеку, который не просто мужественный герой, легендарная фигура, но и как к человеку, который был министром в четырех правительствах Израиля и был вице-премьером. Я хочу вас спросить, что сегодня происходит в Израиле? Вот как бы вы это сказали? Вы заметили, я не сказал в ответ на добрый вечер, добрый вечер. В эти дни, последние два дня, мы не говорим друг другу добрый день, добрый вечер. Мы говорим, ждем хороших вестей. В переводе с еврита. Значит, смотрите, с одной стороны, конечно, израильское общество в шоке. Произошел колоссальный провал нашей разведки и то, что в течение тысячи человек сумели перейти через нашу границу, и армия замедлилась с ответом, и они успели убить так много людей. По-видимому, убито больше 700 человек. Это как бы, это повергло всех в шок. С другой стороны, да, ну и вокруг много случаев трагедии, конечно. Израиль маленькая страна, это, понимаете, это все равно, чтобы десятки тысяч украинцев в течение одного утра были бы там убиты, тяжело ранены и так далее. Но это с одной стороны, и это тяжело. С другой стороны, я давно не помню в стороне такого единства, такого единогласного, по сути, решения, что мы объявляем войну, и что на этот раз мы уже не можем ограничиваться просто тем, что террористы атакуют, мы уничтожаем нескольких главных террористов и останавливаемся. Все полны решимости на этот раз уничтожить Хамас, террористическую организацию, как организацию, как военную и политическую организацию, всю структуру уничтожить. Что означает, что необходимо войти в этот огромный центр АСА с миллионом жителей, что означает, конечно, применять тяжелую артиллерию, самолеты и танки, что мы очень редко делаем в городах, поскольку это означает неизбежные потери среднемирного населения. Но после той жестокости, удивительной жестокости, я бы сказал, злорадства и захватывания, убивания детей и женщин прямо при глазах друг друга, а потом тут же ставят это на Фейсбук, чтобы семья и весь Израиль это видел. То есть была явно попытка вогнать, ну, просто чтобы Израиль чувствовал себя совершенно бессильным. Теперь мы несколько часов назад закрыли границу, перестали поставлять в АЗУ электричество и воду. Можете быть удивлены, но АЗУ до сих пор существовало только на нашей воде и на нашем электричестве. И, по-моему, это впервые, что мы полностью прекратили это поставлять, мобилизовали за 48 часов 300 тысяч солдат, это в дополнение, так сказать, милуем, то есть резервистов, 300 тысяч резервистов, в частности, и в моей семье, во всех семьях есть мобилизованные. И я думаю, что вот ближайшие, это будет долгая война. Израиль давно уже, 50 лет. Это будет долго, то есть долго, по-израильским понятиям несколько недель, это очень долгая война, поскольку все население мобилизуется. Это будет 2-3 недели, но результат должен быть полное уничтожение всей структуры террора, который приходит из АЗУ. Натан, я, конечно, ошарашен был немножко в субботу, потому что в моем понимании МОСАД – это такое слово тяжелое, беское, конкретное. Что случилось с МОСАДом, что случилось с ЦРУ? ЦРУ тоже контролирует этот регион, ведь это непосредственные интересы Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Почему Израиль застали в Росток? Не столько МОСАД, сколько Шинбет. В данном случае МОСАД, тот, кто, так сказать, заведует диверсационными операциями по всему миру, в частности, в Иране. А в данном случае работа внутри Израиля и на его границах. И действительно, до сих пор было впечатление, что мы знаем буквально всё. Нет сомнения, что эта операция в большой тайне готовилась долго. Все понимают, что это большой провал. Все понимают, что необходимо расследовать и понять буквально по минутам, где и как были ошибки. И все согласны, что всё это расследование надо отложить на, как говорили, никогда-то в 6 часов вечера после войны. Потому что сейчас необходимо объединить все силы. И я должен сказать, что такое единство среди политических сил от самых левых до самых правых. Я за те 37 лет, что я в Израиле, я такого ещё не видел. И страна мобилизована. Так что через несколько недель мы вернёмся, я думаю, во-первых, к тому, как это получилось, что был такой провал нашей разведки. Но я думаю, надеюсь, что будут заданы более серьёзные вопросы. А был ли весь этот мирный процесс, так называемый, правильно сделан? Я, как вы, наверное, знаете, дважды выходил из правительства. Было четырёх правительств, в двух я подавал в отставку, именно потому что я считал, что мы слишком терпеливы к террористам и слишком много передаём контроля над нашей жизнью. Вы в правительстве Барака подавали в отставку? Да, я подавал в отставку о родительстве Барака, когда он довёл переговоры с Арафатом до такой точки, что был готов дать половину Иерусалима. А потом во втором правительстве Реаль Шарона, с которым мы были очень близкие друзья. Но когда он решил в одностороннем порядке выйти из Азы, по сути, сегодня мы возвращаемся в Азу после того, как мы в 2005 году из неё вышли. Я тогда сказал Шарону, уходя в отставку, потому что он просил меня не уходить. У нас были очень хорошие отношения. Но я сказал, что мы собственными руками создаём самый крупный очаг террора на Ближнем Востоке. И если ракеты до этого были в здоровье, они теперь будут в Ашкелоне. Я даже не мог представить, что ракеты будут в Тель-Авиве. Но то, что произошло сейчас, мы, переделывая то решение, которое было принято в 2005 году, из-за которого я подавал в отставку, сейчас мы возвращаемся в Азу не для того, чтобы, кстати, её оккупировать, она нам не нужна, а для того, чтобы уничтожить всю инфраструктуру террора. Немножко о политике. Последнее время Израиль сотрясали протесты. Сотни тысяч израильтян выходили на улицы в знак протеста против пенсионной реформы. Нетаньяху. Не принесёла законодательная реформа. Там даже до миллиона доходило, по-моему, один раз. Нет, нет, смотрите, действительно были беспрецедентные демонстрации, в которых я не участвовал, потому что я считал, что виноваты обе стороны. С одной стороны, было правительство, которое решило, что вот нас сейчас избрали, мы пришли к власти, мы можем в течение нескольких месяцев переделать всю нашу юридическую систему. У вас четыре года. Планируйте договаривание, строите большое... Это была ошибка. Но с другой стороны, были люди, которые решили, вот сейчас мы изменим результаты выборов с помощью демонстрации, когда мы будем кричать «Диктатура, диктатура». Хотя, ну, конечно, ни в том, ни в другом случае никакой диктатуры не было. То есть напряжение достигло очень высокой точки с обеих сторон. Это интересно, как это мгновенно исчезло. Вот сегодня, я думаю, людям даже трудно поверить, что только несколько дней назад мы из-за таких, в общем-то, нежизненно важных вопросов о том, какое будет взаимоотношение между правительством и судом, в каких вопросах слово будет за правительством, в каких вопросах слово будет за судом. Об этом, по сути, был спор. То есть будем ли мы как Канада, или будем мы как Германия, или будем мы как Италия. То есть есть разные системы. Вот из-за этого мы готовы были разорвать на часть нашу политическую систему. Сегодня это выглядит смешным просто. Сегодня, я говорю, такого единодушия, такого решимости, такого страдания от наших совместных всех трагедий, у нас в эти несколько дней тысяча похорон примерно должно пройти. Что для Израиля невероятная цифра. И я очень надеюсь, что в результате мы и дальше будем заниматься вопросами главными. Существование еврейского государства на Ближнем Востоке – это не шутка. Это серьезный вопрос. Мы будем заниматься именно этим. А у нас будет, естественно, разогласие, но для этого не обязательно устраивать миллионные демонстрации. Ну вот сегодня я считаю, что правительство Израиля погрязло в каких-то интригах, в борьбе с оппозицией, с коалицией и так далее. Тем временем были какие-то перетасовки на уровне руководства разведки и Цахала. Что повлияло на готовность, вернее, на неготовность Израиля к такому удару со стороны арабского мира? В Верхней Европе никаких перетасовок не было. У нас каждые 3-4 года заменяется глава командующей армии, каждые 3-4 года заменяется глава секретных служб. И есть процедура, в этом плане ничего не изменилось. Тот факт, что у нас были большие политические потрясения, что так много людей, так много структур. И прежде всего у правительства занимались не тем, чем правительство прежде всего должно заниматься, а занимались борьбой с оппозицией по поводу того или иного малозначительного пункта в законе. Ну, не то, что малозначительного, но не имеющего значения для существования нашей страны. Это, безусловно, подсказало и нашим врагам, что сейчас мы заняты не тем. Но второе, то, что действительно большие положительные изменения, которые должны были произойти буквально в ближайшие недели, это договор между Америкой, Израилем и Саудовской Аравией. Договор, который должен был окончательно закрепить, не просто перемирие, а мир и сотрудничество между Израилем и Арабским миром, который уже несколько лет налаживается. И окончательно должен был показать палестинцам, что никто их не поддерживает в их попытках уничтожить Израиль. И не исключено, что вот эти действия Хамаса, которые, безусловно, организованы и подстрекались с Ираном, что происходит в данный момент, поскольку и Иран, и Хамас очень боялись того, что сейчас это соглашение вступит в силу, и тогда уже ничто не может превратить отношения между Израилем и Арабским миром в мировую войну. Будем надеяться, что это им не удалось, хотя, безусловно, сейчас будет в связи с военными действиями Израиля, по-видимому, этот вопрос отложится на некоторое время. Но Хамас напал ровно в день 50-летия судного дня. Это было сделано именно потому в этот день? Или все-таки, вот как вы говорите, хотели сорвать будущие договоренности Израиля с Соединенных Штатами? Нет, вы говорите, это неровно, потому что то был Йом-Кипур, судный день, а это Симхат-Тара на 10 дней позже. Но Симхат-Тара – это тоже большой праздник, когда одна из самых длинных молитв, когда люди не просто молятся, но и поют, и танцуют вместе с книгами Торы. И вот я тоже в моей синагоге эта молитва прерывалась 7 раз. 7 раз летели ракеты на Иерусалим – это уникальная вещь. То есть было понятно, что происходит что-то невероятное. И в это время на юге шло настоящее кровопролитие, где прорвавшиеся террористы просто расстреливали расстояние ноль празднующих молодых ребят. Было несколько тысяч молодых людей, которые собрались на огромном поле, недалеко от границы, празднуя этот праздник. Но, безусловно, я думаю, что все это было учтено, что люди празднуют, что, может быть, потеряна бдительность, и действительно была потеряна бдительность. Безусловно, в армии будет очень суровая разборка. Я не знаю, сколько офицеров, высших офицеров придется уйти в отставку, а, может быть, и ряду политиков. Но это нельзя делать сейчас. Сейчас у нас несколько недель напряженной войны, когда мы обязаны победить этого страшного врага, уничтожить просто его. После всего, что он сделал, он должен быть уничтожен. После этого будут разборки. Но сейчас трудно сказать. Это очень важно проанализировать буквально по минутам, как это было, проанализировать, какая информация была и на какую не обратили внимания. В принципе, это напоминает войну судного дня, когда тоже разведка провалилась. И после этого большими жертвами Израиль добился победы. Это заняло 16 дней и немалых потерь. На этот раз это в каком-то смысле хуже, потому что не только, так сказать, на фронте военном мы прозевали, но на этот раз были захвачены мирные жители, были расстреляны сотни мирных жителей. Такого в истории Израиля после создания государства израиля еще не бывало. Израиль как бы должен сейчас заказать, что он надежно защищает свое население. И я надеюсь, что в ближайшие недели это то, что мы докажем. Вообще, конечно, ужасно, но там видеть эти трупы зверски убитых мирных жителей. Кошмар просто. Какое-то средневековье. Это просто не политический конфликт, это цивилизационный конфликт. Безусловно. Есть, конечно, национальный конфликт между палестинцами и израильтянами. Я думаю, что он со временем решится. И все идет к тому, что палестинцы перестанут думать о нашем уничтожении. С Хамасом это идейно, это фанатики, которые по определению хотят уничтожить всех евреев, это их священный долг. И мы пытались притворяться, что против нас политические противники, надо, так сказать, его как следует попугать, а ему будет все тихо. Это невозможно. Это идеология уничтожения Израиля. Кстати, идеология, которая существует официально сегодня и в Иране, и которой заражен и Хамас, и Хизбалла. Они хотят нас уничтожить. Мы обязаны уничтожить их. 130, насколько я понимаю, граждане Израиля оказались заложниками этих извергов. Какова судьба этих людей? Что с ними, во-первых, происходит там в плену? Я видел, Боже, ребенка в клетке для животных, я видел. И я видел пожилую женщину, бабушку с автоматом в руке вокруг нее, с издевательскими визгами, пляшут эти нелюди. Она сидит, она, видно, то ли деменция у нее, она так блаженно улыбается. Это ужасно, это смотреть. Там были и более тяжелые кадры, которые в Израиле просто стараются не показывать жуткого издевательства. Смотрите, все эти люди, которые издеваются, все эти люди, которые проникли, все эти люди, кто их послал, они все будут убиты в ближайшие недели. Это я не сомневаюсь. Что касается судьбы заложников, и по существу Хамас тут же предложил, ну, сейчас давайте менять этих заложников на всех тех, кто сидят в израильских тюрьмах, и на этом все закончим. Естественно, этот конфликт только начался, мы не позволим им просто так убивать сотни наших людей. Единственная наша надежда, что они понимают, что в итоге у нас будет очень много пленных хамасовцев, и много убитых, но и много будет пленных. И если они захотят после того, как мы их разгромим, освобождать каких-то людей, это единственный интерес, по которому они могут сохранить жизнь нашим заложникам. Ну, естественно, мы надеемся на то, что им дорого, что именно дорого и важно иметь их живыми. Но, знаете, на рациональную логику там рассчитывать трудно. Поэтому все может быть. Мы сейчас идем на войну, и какая будет там реакция этих извергов, которые держат наших людей в плену, так сказать, практически невозможно.